Воспитание. Я еще раз там, я помню, что Александр Семенович писал, что у меня с ним приходит в школу, у него вот такие карманы оберток, они только свои собирают, они уже собирают. Это воспитание, конечно же. Но продолжу еще насчет вот вывозки мусора. То, что я собрал их, чтобы определить место, потому что мне дали добро администрации, чтобы место определить, где в Сосновке вот этот полигончик мини поставить его. И они, значит, против, половина за, половина против. И все. И сказали, мы не будем эти деньги платить, вот насчет референдума коснулись, что 200 рублей мы эти не будем платить. А сейчас что получается? Я вывожу мусор. Некоторым людям 10 рублей жалко, некоторым сотне не жалко. Но некоторые, я езжу два раза, вернее, раз в две недели. Вот, то есть получается два раза в месяц. И мне платят эти деньги. То есть 100 рублей, кто-то 200 дает, кому не жалко, кто-то 10 рублей мне вот так вот с дрожащими руками отдает. Но я им говорю, я вывожу мусор бесплатно. Они сами мне эти деньги дают. За референдум, я и сейчас их агитирую насчет референдума. Вы почему за референдум не платите, а мне такие деньги даете? Некоторые. Они плечами пожимают. А я вообще-то не против был референдума, но не пошел на голосование. Может они видят, что деньги дойдут. Что-то делается. Ну да, они понимают, что мне надо отвезти самому, выкинуть из этого срона. Они не верят, что это им вернется. Сколько у нас депутатов городской области? Сколько? А почему депутаты сейчас не отчитываются перед населением? Мы даже не видаем его. Это их не отработано. Депутаты всех уровень. Предложи. Но я сейчас еще продолжу, как бы, и закончу. Вот по поводу штрафов. Что? Автоматически человек начинает бояться. И вы говорите, что это не это самое. Если в газетах информацию дать, что за вывоз мусора, если вас, например, допускай даже сфотографировали и заметили номер машины, штраф 10 тысяч. Люди все равно боятся. Автоматически. Пускай их не будут штрафовать. Объективность предоставлена информацией. Объективность? Я и говорю фотографии номера машины. Нет. Как я могу дать информацию о том, что штраф за... Это ваши проблемы. То есть, кто его наложит, кто его... Кто... Где законодательство, которое предусмотрит этот штраф? Еще Ленин говорил. Если в газете правды есть хоть 5% правды, то это уже правда. А, понятно. Можно потом добавить саму славу в голову? Мусорная куча. По моему опыту, легко определяет хозяина. Хозяина, вернее. Там есть бумажки. У меня вот недавно вот в Сосновке я каждый год практически вывожу этот мусор от трассы до Сосновки. Предоставляет транспорт, дети собираются. Сталкивались мы с этим, мы газовали, привлекали, когда это было в наших компетенциях. Ну, понятно, понятно. Другально полтора года назад... Потому что сняли я очень... Я в недоумении, почему так сделали. Сняли я была сама очень против, во-первых, что касаемо благоустройства, поскольку когда все-таки за нами это было закреплено, мы с администрацией, ну, по крайней мере, раз в неделю мы обязательно объезжали не только центральные улицы, но и все прилегающие территории, все районы, ой, все окрестности городские. Поэтому сняли, сняли. Мы уже тут сделать ничего не можем. Поэтому тут это просто... Ну, просто я говорю то, что это будет пропаганда, что увеличились штрафы. Туда мусор-то возишь? Мусор-то возишь? На полигон. На полигон и бесплатно выпускают, да? На полигон. Пропускают бесплатно, потому что... А почему... Станислав Александрович, мы так с ним договорились, что я бесплатно вывожу мусор с основки. Конечно, я его бесплатно буду вывозить. Я-то... А вот спрашивал. Нет, это я решил так, для себя, что я буду вывозить. И оно почему-то автоматически получилось, я даже так не хотел. Я хотел полигон построить, а сейчас, в дальнейшем, уже второй год вывожу мусор. И нету никаких проблем. Вот то, что с мусорами, я не знаю, вывозку, может просто... У тебя тренера, который идет... Да, ну что. Спасибо. Оксана, хотели что-то добавить? Да, хотели. Потом подводить итог уже такой, да? Да, по времени уже как бы и обсудили. Можно еще задать вопрос? Конечно. Вот решение дома у нас как бы с утверждены правила благоустройства города. Как они все-таки применяются? Вот как раз вот женщина выступала, что перед этими, ну, всякими магнитами, да, вот эту территорию. Там как раз конкретно все прописано. Как частные дома доложны? Как эти все предприятия, организации? Так вот, кто контролирует? Если вот у нас депутаты приняли такое решение Думы по благоустройству, кто вот все-таки занимается этим контролем или еще что-то? Вот хотелось бы знать, как раз там конкретно все прописано. Должно убирать неприлегающую территорию. Так есть определенная комиссия участвуют в городе. Не работает эта комиссия. Все без правил. Никто не работает. Определенное понятие прилегающей территории, то есть определенная граница той территории, о которой должны содержаться собственникам частного домовладения, собственникам прилегающей территории. Всказываете, что никто не контролирует. Комиссии эти не работают. Депутаты на заседание ходят. Ну, какой разговор-то? Никто не контролирует. Виктор Николаевич, нет. Комиссия работает абсолютно неэффективно в плане составления административных материалов, в плане контроля за прилегающими территориями, но определенные результаты работы этой комиссии, я думаю, что в этом году жители города увидели. Пусть расскажут хотя бы где-то про это, то, как работают. Так нет, хотя бы даже все посмотреть, посмотрите, в этих же торговых центрах, в этих же предприятиях, где работа ведется, везде были выписаны предприятия. Мы долго очень боролись с этим же магнитом. Пусть мы увидели не тот результат, который хотели, мы там не площадку увидели, не водоотведение, ничего, но по крайней мере, вот сейчас невидимы этих луж, которые там у магнит-косметика, на границе с рынком, которые были там, просто глаза бросали. Мы сейчас более-менее ровную территорию видим у бывшего магазина Новгория, теперь у магнита. Это же работа с заводом, которую совместно проводили, проводила эта комиссия, проводили и руководство органов местного управления района и города. Работа доведется, но я согласен, недостаточно эффективно. В отношении физических лиц, собственников составлено с начала года всего 12 протоколов. Из них вынесено штрафов на общую сумму 18 тысяч рублей, то есть штраф для физических лиц составляет до 1000, до 3000 рублей. Пока поступление у нас, то есть удалось взыскать всего 3000 рублей. Вообще у нас еще спросили, когда вывозят дрова, и смотришь, вот это все лесо держит, неужели нельзя. Там и тоже прописано, что нужно, как бы сказать, убрать какой-то период времени, вот это тоже. Вот и они вот прямо на тротуар выгрузят, и вот целое лето, неужели нельзя. Вот раньше я вспоминаю, как советские времена, то есть перед 9 мая прибирались, никогда дров перед фасадами ничего не складывало. А сейчас перед домами, а сейчас перед фасадами, вот такие вот, как говорится, поленницы, непонятно, почему сейчас это все такое происходит, непонятно. Давайте сделаем таким образом, я думаю, Стивислав Александрович придержит, и услышав недовольство, на самом деле, по просто элементарной неприборке при домовой территории, мы, наверное, возобновим те рейды, которые мы проводили в предыдущие годы. Пускай мы там не имеем права составлять протокол, но по мере необходимости, по мере возможности будем выделять сотрудников, которые, ну, для моральной поддержки, может быть, для какой-то внешней видимости какой-то, да. Администрация, я вам еще раз говорю, вы понимаете, что вы каждый видите только то, что хотите видеть, вы просто не видите того, что делается, что делается, и еще что-то запланировано сделать. Вот, поэтому, опять же, вот говорить, что там не сделано куча всего, вы просто не думайте о том, что сделано, какая работа была проведена, вот особенно в этом году, колоссальная, зная, какие средства на это все затрачены. Поэтому в данном случае нужно действительно просто помочь, и вот зная, что наши штаты сокращены до минимума, что у них там в администрации там целый день, не знаешь, куда бежать, за что схватиться, чем заняться. И когда встает вопрос о выездах каких-то куда-то, это уже понятно, где-то, может быть, согласно, где-то недоработка, где-то, может быть, уже, да ладно, там, на завтра отложь, вопросов нет, и наша недоработка, и, коли озвучено, я думаю, что... Я считаю, что главе города, ты решение о том, чтобы это сам у нас сопринялось, как говорится, в администрации. Поэтому, ну, тем не менее, поскольку мы этим занимались... Вот, вы занимаетесь, они бы занимались. Я взяла ответственность для себя. Не надо.